Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. А сейчас время региональных новостей. В эфире «Анапа. Регион» и я, Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Медицина с доставкой на дом. В Анапском районе продолжают свою работу выездные диагностические центры. О самом главном. Глава города и депутат Госдумы Иван Демченко озвучили, какие позитивные изменения в социальной сфере Анапы ожидаются в будущем году. Сделать город чище и краше. К благоустройству Анапы подключилась молодежь. 3 миллиона рублей на ремонт городской поликлиники и дополнительный филиал медучреждения в районе Красной площади. Серьезные планы, намеченные на будущий год, озвучил глава Анапа Сергей Сергеев и депутат Государственной Думы Иван Демченко. С рабочим визитом они побывали в поликлинике, прошли по кабинетам врачей и ответили на непростые вопросы пациентов. Финансирование учреждений здравоохранения, полномочия субъекта, ремонт или замена оборудования – все это краевой бюджет. Но ставить Анапу в один ряд с другими, не курортными территориями Кубани неправильно. Миграция, тысячи отдыхающих, колоссальная нагрузка ложится на наших врачей. Городские власти находят возможность для развития отрасли, привлекая инвестиции. Вот это помещение рассчитано на 400 приемов. Оно принимает до 1000. Но это в сезон. Почему? Это в сезон еще больше. Сейчас нам не хватает где-то 500-600 метров, но мы их нашли в другом районе города. Нашли и как раз у того, что Белла купил, я 600 квадратов. Но он недовольный уехал от меня, ну а все, себе прошу. Он же строит. 600 квадратов он на первом этаже уже отдаст чисто по их проекту. Что из нового оборудования приобретено в последние годы, какая заработная плата у врачей и что с пополнением автопарка. Глава курорта и депутат Госдумы прошлись по всем основным позициям. У нас попросила Джигинка, значит, машину, неотложку, неотложку. И этот, Сергей Павлович, попросила Анапская на свою больницу тоже, неотложку. Давайте механизм дайте. Две машины неотложной медпомощи по конкурсу закупят для Джигинки и Анапской. Еще четыре автомобиля скорой помощи придут на федеральные средства. Благодаря активной позиции муниципалитетов участие в целевых программах дает результат. У пациентов в поликлинике наболевший вопрос, почему закрыли филиал на Ленина. Люди согласны, условия не идеальные, но было удобно добираться. В сегодняшний день нам отдают площади больше 600 квадратных метров. Напротив Красной площади строятся многоэтажки. И на первом этаже отдают именно под поликлинику. Ну да, и будет. Да, там очень тесно, там неудобно. Ну вот хоть близко было, понимаете. Да, ну вот если решается, то это хорошо. Решение развивать сеть филиалов поликлиники и больницы на территории муниципалитета постепенно воплощается в реальных делах. По поручению главы курорта завершается ремонт офиса врача общей практики на улице Чехова. Достраивают такой же офис в рассвете. И это оправдано. Сегодня население Анапы значительно прибавляется. Социальные объекты должны быть в каждой новостройке. У нас продукт населения 6 тысяч человек в год. В год. Рождаемость у нас, насколько превышает смерть, наша местная рождаемость. У нас идет где-то плюсом около 500 человек. И 5,5 тысяч, это приезжают люди на 80% пенсионеров. Поэтому к нам надо другое отношение, нежели к Буринграйону на Кубах. Потому что люди приезжают, уже работают. Да, 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 вот именно, вот именно, что вот сюда вот, вот жили на севере, приехали сюда. Ну, вы что же приезжаете? Да, да, я приехала, я давно уже. Для этих людей надо больше, чем дорого. Да, 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 да. У них нужны были линьки, допустим, там, ну, барки, там, все-все-все. Они приехали, ну, я не говорю слово, они приехали жить. Жить. Но они здоровье оставили так. Вот именно. А получается, что там бюджет нормальный, допустим, в той же тюме. Вот вы откуда приехали? Я приехала с Мегиона, Нижневарховский район. А у нас бюджет сельский был здесь. Ну, то, что даже, вот деревня была. Вот именно, вот я живу в Некрайоне, ну, ну, все пенсионеры, практически. И все приезжие. И все приезжие, да. Депутат Государственной Думы, прощаясь с руководством городской поликлиники, озвучил еще одно важное решение. Он ждет от медучреждения заявку на участие в социальной программе. По ней можно получить порядка трех миллионов рублей на ремонт. На центральном пляже города-курорта море периодически выбрасывает комку и осенью. Слишком жарким оказалось и это время года. Так что сначала водоросли буртуют, дают стечь воде и вывозят. Большинство отдыхающих относятся к проблеме с пониманием. А работы по уборке комки не прекращаются ни днем, ни ночью. На центральном пляже работают два таких трактора с закрепленными за ними бригадами. Орендаторы действуют совместно с городской администрацией. Специалисты говорят, что последний раз комков в таких количествах наблюдали около 10 лет назад. В этом году с пляжей города-курорта вывезли порядка 12 тысяч кубометров водоросли. Примерно на треть больше, чем в прошлом году. Причина – аномальная жара. Вода в августе прогревалась до 29 градусов. Больше всего этому подвержен лечебный центральный пляж. Здесь получается как карман. И при стечении определенных обстоятельств, направлении ветра, направлении течения, эта основная масса собирается здесь. Таких больших выбросов на Пионерском проспекте не бывает. Но завтра к утру уже ничего не будет. Уже будет чистое море. И наши отдыхающие будут спокойно, нормально отдыхать, потому что сезон у нас еще в полном разгаре. До конца сентября продано все, что 3, 4 и 5 звезд. Поэтому мы уверены, что в этом году результаты сезона будут очень хорошие. Некоторые отдыхающие пользуются случаем. Похожие процедуры в своих санаториях они получают за деньги. К концу 19 века Анапа сформировалась именно как грязевой курорт. Владимир из Кемерово. В Анапе отдыхают постоянно. Считают такую процедуру полезной. Ну я уже третий раз в Анапе. Русь, Анапа, океан. Сейчас в Кубани нахожусь в санатории. Поэтому грязь анапская полезная. И как бы остеохондроз я болею, наверное, уже лет 15. И по кругу едешь по санаториям. Поэтому вот в Анапе здесь получаю грязь хорошую и отдыхаю. А здесь тоже периодически. Почему бы не воспользоваться. 15 минут постоял. Локти, коленочки, чтобы оздоровились. Вместе с тем сегодня в Анапе стараются соблюсти интересы. Как любители грязевых процедур, так и тех, кто с наличием водорослей скорее смирился. В этом муниципальном предприятии придумали сеть, которой комку можно собирать в воде. Автор идеи был моряком. Похожими устройствами перегружают рыбу с траулеров на плавбазу. Кроме того, существует проект по расширению центрального пляжа на несколько десятков метров. Это позволит ликвидировать своеобразный карман. Водоросль будет вымываться прибрежными течениями. Проект находится на стадии согласования. В Ростове вынесли вердикт по делу Зеринова. Коллегия присяжных заседателей Северокавказского военного окружного суда признала виновными в заказных убийствах бывшего депутата законодательного собрания Краснодарского края Сергея Зеринова и еще троих подозреваемых, проходящих по громкому уголовному делу. После вынесения решения коллегии присяжных заседателей суду предстоит определить конкретные сроки наказания для обвиняемых. В суде никто из них своей вины не признал. Защита намерена обжаловать вердикт в Верховном суде России и добиваться повторного рассмотрения этого дела. В Анапе после летнего перерыва продолжится комплекс Дней здоровья. По поручению главы Анапы Сергея Сергеева массовые профилактические мероприятия пройдут в сельских округах муниципалитета. Первое состоится в Приморском сельском округе уже 17 сентября. Год назад общественники попросили главу курорта проводить Дни здоровья и для детей. Сергеев поддержал инициативу, которая оказалась очень удобной для анапчан. В этот раз маленьких селян без талонов и очередей примут узкие специалисты, к которым раньше нужно было ехать в город. Не останутся в стороне и взрослые жители Приморского округа. Их ждут на осмотр 22 октября. Всего за два осенних месяца на курорте пройдет 13 профилактических мероприятий. Каждый день здоровье объединяет бригаду профессионалов. Не только терапевтов, но и узких специалистов. Эндокринолога, онколога, лора, окулиста, уролога и других. Медицинские бригады всегда снабжены комплектом оборудования. Аппаратом УЗИ, электрокардиографом. А благодаря экспресс-лаборатории селяне могут сдать анализ крови на сахар и моментально получить результаты и консультацию специалиста. Территориальное общественное самоуправление совместно с администрацией продолжает благоустраивать город и отмечает, что все больше в процесс вовлекается молодежь. Инициативные ребята своими силами привели в порядок площадку для мусорных контейнеров и разбили клумбу на прилегающей территории. Вообще у нас идея на самом деле. Здесь гораздо круче все сделать. Я благородилась. Здесь действительно прям садик, лавочки сделать. Валерия – одна из авторов проекта вегетарианского кафе, которое находится напротив. Молодые люди решили не ограничиваться фасадом, а вместе с друзьями украсили стену контейнерной площадки, а заодно разбили клумбу. До этого здесь парковали автомобили и валялся мусор. Это же в облако. Когда ты делаешь, тогда ты хотя бы начинаешь понимать, что ты реально что-то созидаешь здесь. Сейчас, видите, оно не в лучшем состоянии на самом деле. Времени сейчас не хватает. Но пока команда собирается, заново все раскачиваем. Вообще нет, конечно. То есть, если ты на ногах стоишь уже ровно, вот как я сейчас. Тогда все классно. Тогда ты выходишь и каждые три дня поливаешь, садишь новые цветочки. Желательно покупаешь их у бабушек, которые сидят на рынке на Восточном. Инициативу одобрили в местном территориальном общественном самоуправлении, отметив, что она исходит от молодежи, а это вдвойне приятно. У общественников был почти аналогичный опыт, когда пару лет назад по инициативе ТОСовцев администрация осовременила парк. Появились фигуры из светодиодов, другие элементы ландшафтного дизайна. Я считаю, что с приходом нашего главы у нас авторитет поднялся, территориальное общественное самоуправление. Он уделяет нам большое внимание. Он нам вот эти помещения отдал. Он встречается с нами, какие интересующие вопросы задаем мы ему. Он целенаправленно отвечает. Кстати, вот недавно встреча была на той неделе. Уже вчера я два вопроса по транспортной мне позвонили. В этом году ТОС номер 29 выиграл полмиллиона рублей, заняв первое место на краевом конкурсе. Здесь планируют обустроить несколько пешеходных дорожек, установить бордюры, защищающие пешеходов, а оставшиеся средства направить на озеленение. Соответствующий план уже направлен в администрацию города-курорта. На курорте продолжается бархатный сезон. Даже с наступлением осени Анапа не перестает радовать теплым солнцем и культурной программой. Например, на этой неделе анапчан и гостей города ждет ряд культурных мероприятий. 16 сентября на театральной площади состоится концерт инструментальной группы S&P Project. Начало в 18 часов. Там же 15 и 17 сентября все желающие приглашаются на концертную программу ансамбля этнической музыки «Инка Коралл». Начало в 17 часов. Также 15 сентября в 13.00. В Центре культуры Родина пройдет презентация книги стихов Александра Кусикова «Я пришел, как снег нечаянный». А 17 сентября в Родине состоится смотр-конкурс самодеятельного творчества «Не стареет душу ветераны», посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 73-й годовщине освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Начало в 14 часов. Вход свободный. И 18 сентября в 18.30. Жители и гостей курорта ожидает торжественная церемония открытия 15-го международного фестиваля, конкурса, оркестров и ансамблей русских народных инструментов, поющие струны России. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2». в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.